На мусорку что ли понесла? Да. Не жалко? В глазах женщины, которая стала мамой, но провела в этом качестве всего несколько часов, нет ни жалости, ни сочувствия. Стоя в паре метров от тельца своего замёрзшего ребёнка, она спокойно рассказывает о том, что произошло. По её словам, она вообще не знала, что беременна. Целые семь месяцев думала, это просто какая-то опухоль. Нет, у меня живот опухты, когда это в июле. Вот этот живот. Но ребёнок-то живой родился? Но ты сегодня родила, ребёнок кричал? Да, я кричала. А ребёнок? Ну, когда он вышел, он пищал просто. Всё произошло в комнате, где проживает женщина, когда она, по её же словам, отошла от физической боли и услышала плач ребёнка, думала недолго. А почему вы скорую-то не вызвали? У меня телефона нету, я не пользуюсь телефонами. Ну, неужели ни у кого из соседей нету? А что, брату? А соседи все на работе, они только в пятом или шестом часу приходятся. По предварительным данным, после своего рождения ребёнок прожил всего несколько часов. Как только так называемая «мать» пришла в себя, она собственноручно вынесла малыша на улицу и просто выбросила в сугроб, недалеко от подъезда. 32-летнюю женщину прибывшие медики доставили в больницу для осмотра. После этого она отправилась в отделение полиции, где продолжила страшный рассказ. В настоящее время в следственном отделе по советскому району города Казани проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Тело ребёнка направлено на исследование. По результатам будет установлена причина смерти. Стоит отметить, что ровно год назад, также в декабре, на мусороперерабатывающем заводе нашего города, одно за другим были обнаружены тела двух младенцев. И только за последние несколько суток в республике это уже вторая страшная находка. Мать ребёнка установлена только в одном случае. Уголовные дела пока не возбуждены. Субтитры создавал DimaTorzok